Здарова! Обещанного я не знаю сколько ждут, но сегодня мы наконец-то рассмотрим несколько хороших, без особых наворотов, циклокроссов до полторы тысячи и чутка больше евро. Полторы тысячи и тут возможно сразу челюсть у многих отпадет и видимо именно из-за стоимости бюджетных шоссе, циклокроссов, грэвел, молодежь меня смотрит меньше, а катается и смотрит контент про недовелосипеды BMX. Я уже все разбирал в отдельном видео, но здесь повторюсь и объясню почему BMX не довелосипед, потому что родители заходят в магазин, смотрят на цены, глаза у них из орбит вылазят, видят самые дешевые велосипеды, их чадо показывают на хрень, на которой нельзя даже сидеть и в принципе с точки зрения биомеханики педалировать. Ну а что родители? Позволить себе могут, чадо хочет, вот и имеем что имеем. Ладно, давайте начнем. Мы начнем с Canyon InFlight. Чудная геометрия этого кроссера для тех, кто далек от понимания этого странно, что не популярного в России в виде спорта, для того, чтобы в особо непроходимом подъеме, где даже зубастая покрышка пробуксовывает, носить велосипед на плече. Оригинально, эффективно, спортивно. Для людей с повышенным бюджетом берем, конечно же, CF, карбоновую, то есть версию, фреймсет заряжен последними технологиями, флэтмаунт тормоза 12 мм, true axle, подойдет для электро, механических и one by group. Алюминиевая версия таким изгибом не обладает, однако и обойдется в среднем на 1000 евро дешевле. Причем по компонентам там все как в карбоновых конфигурациях, Altegra за 1500 евро всего, с крыльями даже, и это будет одним из самых лучших вариантов, особенно для тех, кто в гонках не участвует, по весу алюминиевой рамы прибавляют в среднем под килограмм лишнего, относительно карбоновой диеты, но это не критично, ведь мы находимся в диапазоне около 9 килограмм. А какой еще марки рассказать, чтобы и у вас доступно было тоже? Конечно же, знакомый по триалспорту Coratec CCT Cross Altegra посылает Made in Bavaria марка защищать свое имя в разделе Cyclocross. Немного странно, что для 2018 года установлена так называемая старая Altegra 6800, недавно ставшая старой, но скорее всего это отражается и в цене. Если, конечно, найдете эту модель, даже у нас, она редкость, но возможно российские магазины закупили по дешевке оптом и торгуют где-то за углом. Все-таки в Германии использование таких велосипедов оправдано еще меньше, чем MTB, а сами посудите, в основном хороший асфальт, который без проблем можно преодолевать на шоссе с 23-25 миллиметровой покрышкой, а если хочешь чисто по кочкам в лесу, то нужна уже амортизация, ну или хотя бы широченные колеса гревела. Cannondale в разделе Cross предлагает вдогонку неугомонно создающими лучшие комплиты мира Canyon свой Super X. Рама имеет геометрию Super Cross, если посмотреть действительно укороченный, уменьшенный задний треугольник рамы для особой изворотливости и все же довольно-таки плоскопассажный руль для стабильности на высоких скоростях. Ведь именно так в Америке на родине Кадейла и катают кроссы. Это дальние поездки по не самым лучшим условиям, это там где Cannondale Slate вроде выиграл совсем недавно. Ну кому Slate кажется тяжелым и неповоротливым, Super X предлагает более облегченную, однако по сравнению с Inflite все же почти на полкило более тяжелую версию, да и группсет здесь хуже, а цена выше. X присвоен и кроссовому гонщику Giant TCX SLR-1 и дешевле SLR-2 на алюминиевых рамах на выбор Rival 1 или 5800, ставшая совсем недавно старой 105. Оба варианта на гидравлике, True Axles на 12 мм все в деле. Мы имеем легальный для официальных гонок под эгидой UCI снаряд, имеем выбор тяжелый или еще тяжелее, ценник вполне адекватный и по компонентам также все солидно, как это обычно и принято у таких глобальных игроков как Giant. Specialized имеет в своем портфолио велосипеды под каждый камешек, под каждый угол подъема, под любые условия в общем и в разделе ЦК нас встречает уже двукратный чемпион мира Crew. Но чемпионская версия S-Works совсем не подходит сегодняшнему обзору и бюджету, поэтому остановимся на Crew E5. Это самая дешевая версия, однако по цене между двумя Giant SLR-1 и SLR-2 TCX вы получаете на мой взгляд чутка меньше велосипедов, всего Tiagro, всего лишь механические тормоза, всего лишь квик-релизы вместо True Axles. Specialized, как всегда, пожадничал, однако если вы не жадничаете и вот прям вот хотите заветную букву S на раме, то можно отовариться в более высоких моделях того же Crew. От одного американца переходим к другому, не менее глобальному, Trex, его Crocket для кросса. Даже в топ-модели Crocket 7 используется алюминий, что конечно же неплохо, ведь и этот байк что-то там да выиграл в циклокроссе. С вен низ или найс тому подтверждение, благодаря дроп-аутам Stranglehold байк можно переделать в синглспид, как это и сделал С вен, но и подкорректировать геометрию велосипеда, сдвинув заднее колесо назад или вперед для более резвого стиля вождения или уворотливой локации тоже можно. Также в топ-модели мы получаем аж Force 1, однако и Crocket 5 более дешевый, по цене TCX SLR1 радует группой Rival 1, ISO Speed вилка тоже в деле, это здорово, 12 мм True Axles и немного лишнего веса и механический Tektro Spire. У Скотта, которым я хотел завершить сегодняшнее видео, в ЦК власти, к сожалению, остался только Addict CXRC, который на полтысячи дороже, чем топовый Crocket и находится в районе почти 4000 евро. Здесь мы получаем карбоновую раму, незначительно более легкий комплит и отсутствие примочек типа ISO Speed и Stranglehold, как-то дороговато и ограничено. Но, что не ограничено, это возможность поставить лайк и рассказать в комментах, катался ли ты хоть раз на ЦК, как впечатление и с чем ты конкретно сравнивал, под какие условия ты мог бы себе представить использование обсужденных велосипедов. Дай нам знать. Спасибо за внимание. До-до.